На старте и города, и отдаленные села. В Чувашии отгремел традиционный спортивный праздник лыжня России. Изначально организаторы гонок планировали увидеть на трассе 40 тысяч участников. Но прошлогодний рекорд был побит. На лыжи в этот день встали около 50 тысяч человек. В некоторых районах соревнования проводили даже отдельное поселение. Чем запомнятся массовые старты жителям столицы? Одними из первых это увидели мои коллеги. У стартовых ленточек на трассе настоящий ажиотаж. Погода в этот день стала на сторону любителей лыж. Солнце и окрепший снег сделали свое дело. В Чебоксарском парке 500-летия яблоку негде было упасть. Только здесь за здоровый образ жизни проголосовали более 12 тысяч человек. Но вместе со столицей, республикой свои гонки проводили в каждом городе и районе. Спортивный праздник в Чувашии стал поистине массовым. Хочу отметить, что на самом деле народ Чувашский дружит со спортом. По оценке Министерства спорта Российской Федерации у нас по итогам прошлого года более чем 30% занимаются физической культурой и спортом. Любимцами нынешнего спортивного праздника стали вот эти собаки. Таких гостей на лыжне уж точно никто не ожидал увидеть. Хотя сами хаски явно чувствовали себя достаточно комфортно. Сначала долго позировали перед камерой. А после выстрела пистолеты устремились вперед. Массовый забег на удивление горожан возглавила именно их упряжка. В лыжне России уже 8 год подряд все возрасты покорны. По традиции первыми на старт вышли самые маленькие. Дистанцию для них подготовили щадящую всего полкилометра. Преодолевать ее малышам помогали родители, которые не отходили от своих чад ни на шаг. Эстафеты у малышей подхватили ВИП-гостя. Министры, депутаты и известные люди по традиции преодолели символическую дистанцию. Ровно 2 километра и 14 метров. Этот забег был посвящен Олимпийскому году. Пусть эта дистанция символична, но самое главное, сколько сегодня народу. И это очень здорово, что народ выходит на лыжню, народ заражается здоровым образом жизни. И это здорово, мы все будем здоровыми. Кто-то выходил на лыжню просто ради своего удовольствия, а кто-то ради наград и побед. Спортсмены, профессионалы соревновались на скорость. Самым первым в этой гонке финишную черту преодолел Алексей Николаев. Воспитник столичной спортшколы впервые принимал участие в массовом забеге и никак не ожидал, что победит. Тяжело было. Втроем ехали на финиш. Один упал, а другого я ногу высылал, чуть-чуть обогнал и все. Свои традиции и герои есть у каждой лыжни. Спортивный праздник в Чувашии уже невозможно представить без этой участницы. Вере Орловой недавно исполнился 81 год, а она все еще уверенно стоит на лыжах, не пропускает ни одну гонку и по-прежнему удивляет оригинальными чувашскими нарядами. Я хочу с молодежью быть, не хочу старая, дома не хочу сидеть. В этих четырех ченах мне это надоело. Я еще не старая, мне больше в первый год только. Привыкают к русской лыжне и гости из жарких стран. Многие студенты и иностранцы не первый год участвуют в массовых забегах и даже готовы дать фору коренным чебоксарцам. Не пугают их уже и русские холода. На лыжне России тоже есть свой пьедестал почета. Медали и кубки достаются самым юным, опытным и тем, кто пришел к финишу первым. Всего более пяти разных номинаций. Но даже те, кто не получил призы здесь, не называют проигравшими. Стремление к победам и спорту уже высокая награда. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.